Итак, мы в ситуации, Петр, он дал свою проповедь, свое послание, и у него есть 3000 новообращенных, и он сказал, чтобы они покаялись и крестились, что же он будет делать, как вы будете крестить 3000 людей одновременно. У нас есть решение, если мы размышляем о том, что это происходило вокруг храма. Там были миквы, которые были вокруг храма, на юге и на юго-востоке, в восточной части. Это были ритуальные бассейны, которые использовались во время праздников. И мы об этом читаем в Луки 2, 22. И написано, и когда исполнились дни очищения, их, по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Луки 2, 22. И это было время, и места, которые вы могли бы увидеть, если вы поехали бы в Иерусалим. Места, которые используются для ритуального очищения перед вхождением в храм. Но также мы читаем в Деянии 21, 24. Когда Павел, возвращаясь после одной из своих миссионерских поездок, И было такое обвинение в Иерусалиме, которое говорило, что он не был хорошим евреем. И когда он пришел, то апостол сказал, что у нас есть решение, чтобы сделать спокойным эту ситуацию. И об этом мы читаем в Деянии 21, 24. «Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». И здесь мы видим две вещи. Это было возможность осуществлять это ритуальное омывение вокруг храма. Но в этом отрывке о Павле мы видим, что они очень были внимательны касательно соблюдения закона. Несмотря на то, что нужно было приносить жертву, так как Иешуа сделал совершенную жертву, они все равно имели огромный респект за Слово Божие и то, о чем оно говорило, что оно возлагало. Это то, что теперь о Господе приходит не извне, а изнутри. Как мы видим, что написано в пророках, что Он напишет Свою Тору на их сердцах. Это не то, что было полностью разрушено, как многие люди утверждают. Но это тот аспект, который нам нужно понимать и которому нужно быть послушным. Это полное учение, которое я сейчас не могу вам преподать. Что нам нужно понимать, что мы имеем обязательства. Да, у нас есть милость. У нас есть благодать. Но также нам нужно понимать, что Бог, Он праведный. Поэтому эти бассейны или эти миквы, они могли вмещать множество народа во время праздника. А сейчас, в этой ситуации, Петр и его ученики могут использовать их для крещения новых учеников. Я не знаю, если фарисеи и саддухеи были очень рады об этом, но, в любом случае. Это то решение, как оно могло быть исполнено. Но это нам показывает, что очень ясно, что это происходило вокруг храма. Это было очень практическое место для исполнения этого события. Так как Бог это знал, Он использовал это место. Когда храм еще был, стоял, евреи, они рассматривали это место как место присутствия Бога. Его пребывания. Но сегодня многие евреи имеют сложное понимание, так как нет храма, и они считают, что его присутствие отсутствует. Я уже рассказывал эту историю, что я жил долго в Бельгии. И там большая диаспора евреев. Где-то около сорока тысяч. И как мы это называем, у них большой квартал, еврейский квартал. И у них там очень красивые рестораны. И там, естественно, и золото, и бриллианты. И также там есть разные магазины. И то, что ты нигде не можешь найти в другом месте, там ты это можешь найти. И однажды мне нужно было найти то, что я нигде не мог найти. Но я знал, что я найду это в еврейском квартале. И я пошел туда, я был в одном из магазинов. И там был очень такой ортодоксальный еврей. И мы разговаривали. И я спрашивал его об этих вещах. И я спросил то, в чем я нуждался. А он говорит, да, я могу тебе дать, у меня есть это. Но потом он решил поговорить со мной. Он не пошел искать то, что мне нужно было. Он просто начал задавать мне вопросы. И все время он хотел что-то узнать от меня. А я просто отвечал на его вопросы. И все время он смотрел мне прямо в глаза. Потому что через глаза мы видим душу. И он делал это все время. И когда мы в окончании разговора, он посмотрел мне в глаза. И он сказал, я хочу то, что ты имеешь. А я думаю, о чем же он говорит? Он говорит, у тебя есть присутствие Божье. Я вижу это. Я ощущаю его. Я хочу его. И мы разговаривали, я поделился с ним Евангелием. И он принял Ешуа в свою жизнь. Я никогда не встречал его после этого. У меня не было такой возможности. Но я верю, что Бог сделал работу в своем сердце. И что была такая глубина в его сердце, которая нуждалась в присутствии Божьем. Как я уже говорил, что храм это называлось местом присутствия, пребывания Господа. Но Писания Нового Звета говорят, что вы теперь храм Божий, и Бог пребывает в вас. Это нормальная, естественная вещь. Бог живет внутри вас. Да, вы разрушенные сосуды. Бог говорит, что мы склеенные сосуды. Но внутри этого сосуда должна быть жизнь, свет и вечность Ешуа. И это должно светиться сквозь. Поэтому эти трещины, это неплохо. Потому что свет через трещины может светить. Бог хочет освещать мир. А мы то, где Он пребывает. Поэтому, чтобы вы вели себя так. Чтобы вы держали свой храм в чистоте. Чтобы быть уверены в том, что из вас приходит жизнь и свет Мессии. Как я уже говорил, евреи рассматривали храм как место пребывания Бога. Его Дух Святой. Место, где Его Дух почивал. Поэтому есть такая неразрывная связь, что провозглашение Духа Святого произошло в день Пятидесятницы возле храма. В Елуиле 2 глава 32 стих. И в Елуиле 2 глава 32 стих. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь». И как сказано, что Дух Святой, Он изливался на людей во время служения. Более того, еврейская традиция говорит о том, что Дух Святой, Он торжествует среди тех. Тех, кто сидит вместе. Это должен был быть очень такой удивительный опыт, который описан в Деяниях 2.2. Как звук ветра, который наполнил весь дом. И весь храм, и все, кто там был, они это пережили. А потом Он привел их к ученикам, которые провозглашали великие дела Божьи. И на разных языках, которые люди там были. Это было естественное место. Потому что это было то место, где они изучали Тору. Но если вы сегодня поедете в Иерусалим, если вы пойдете к западной стене, в левом, с левой стороне или в левом углу, вдоль всей стены есть центр Торы или Ешива. Двор Соломона был с восточной стороны. Это было с другой стороны. А с левой стороны вы теперь найдете Ешиву, где евреи изучают Тору и разговаривают друг с другом. Кто-то бы сказал, что они дебаты у них. Что они спорят. Да, что они спорят, и в этом есть разница между разговором и спором. Если бы вы посмотрели на них, вы бы подумали, что они хотят сейчас друг друга ударить. Они хотят узнать, о чем говорит Слово Божие, но они потеряли что-то. К сожалению, есть очень много связанных с этим вещей. Талмуд и все, что с этим связано. Но вы увидите, что это есть еще место, где они собираются. Я не помню точно, сколько было людей во время Суккота перед этой стеной. Но там было много сотни тысяч людей. Поэтому это место, которое привлекает. По причине этой идеи, что это то место, где Господь присутствует. И поэтому существует эта идея, что храм будет восстановлен, построен. Во времена дней второго храма Этот храм служил больше, чем никогда-либо, как место изучения. И, как я уже объяснял, это то, почему ученики пошли туда. Говорить о Писании так, как оно касалось Ешуа. Помните, как Ешуа сказал двум ученикам, которые были на дороге в Емаус? Они разговаривали друг с другом и решали, почему Ешуа должен умереть. Он говорил, глупый народ. Вы не понимаете, что Тора, Писания и Пророки, они все говорят, указывают на меня. И потом он начал им объяснять из этих примеров, как все это касается, указывают на него. Я знаю, что совсем недавно вас обучали, как нести Евангелие евреям. Как насчет меня, то я беру эти примеры из Танаха и рассказываю им тем, кем являлся Ешуа. Эти стихи, которые ученики задавали, они были открытыми для меня. На основании них я задумался, я начал искать, где об этом говорится в Танахе. И я потратил очень много времени, когда я это делал. И это очень удивительно, насколько много говорит об этом Танахе. Итак, они были в этом месте. Собраны вместе. И они приняли Духа Святого. Согласно еврейской традиции, Бог дал Моисею Тору на Праздник Пятидесятницы. Может быть, это объясняет многие вещи, которые произошли в этот день. И они были схожи с теми вещами, которые произошли на горе Синай. Там был огонь. Там был ветер. И там также был язык. Бог говорил. И также эти вещи повторились на день Шаввот, когда Дух Святой сошел. И Лука использовал этот описательный язык, чтобы описать торжествование Духа Святого. Моё понимание такое, что все события Деяния Второй Главы, они произошли в открытом месте. Были даны Шаввот. И что естественное место для этих событий было в Храме в Иерусалиме. В Доме Божьем. Многие, кто были в это время там, они могли понять, что даже до этого момента они не приняли Иешуа в своё сердце. Они были там. Они видели, что происходило. Они слышали. И потом они вернулись в свои сёла, в свои дома. Те, которые были крещены, они распространяли и послания по всему миру и к Риму. И это описание, которое даёт нам Лука такого начала, такого старта новой церкви. То, что мы рассмотрим следующее, очень важное Лука нам даёт. Лука обращает внимание в Деяния 6 главе. Как вдовы, которые были не евреями, они спорили о том, что они не получили еду. И он видит это ключевое, рассматривает это как ключевое событие в росте церкви. Почему? И это происходит перед первым таким утверждением, которое мы читаем в Деянии 6-7. Апостолы, они стремились, чтобы сохранить, чтобы не было никакого разделения между евреями и неевреями. И евреи, вот это разделение, оно должно не было существовать любой ценой. Апостолы понимали, что Бог хочет, чтобы была одна церковь, одна община. Но Ишуа сказал, что это моя община. Он говорит, что это не ваше, и вы не должны её здесь разделять. Я бы хотел, чтобы некоторые люди услышали это. Что нам не нужно иметь такие разделяющие вещи. Церковная история полна разделений. И это то, что Бог не хочет. И нам нужно в этом покаяться. Не будьте те, кто приносит разделение. Не будьте те, кто приносит объединение. И в этом случае это видно очень ясно. И что для апостолов было очень важно, чтобы никакое разделение не пришло в новорождённую, в новую веру. И в этот момент они выбирают себе семь диаконов в проблеме распределения. И двое из них, Филипп и Стефан, они сделали собственное влияние или вклад на церковь. И очень интересно заметить, что самая длинная проповедь или речь в Новом Завете это речь Стефана перед его смертью. Это несколько глав. Стефан проповедовал. У нас есть такое понимание сегодня, что у нас есть пастыря, есть диаконы. И диаконы они вовлечены в практические дела. Но так не было в церковь первого века. Когда они выбирали диакона, они искали человека, который был исполненным Духом. И имел возможность свидетельствовать. И в случае Стефана мы видим это очень ясно. Он не был только вовлечен в практические дела, он был в первую очередь вовлечен в духовное распространение Евангелия. И это касается всех нас. Без исключения. Мы все вовлечены в служение по одному случае или по другому. Итак, вы здесь не только для того, чтобы просто сидеть. Вы здесь для того, чтобы научиться как действовать. Бог хочет использовать вас. Стефан он проповедовал. И он был взят в темницу в этот момент. И он был приведен перед религиозными лидерами. И был обвинен в антиеврейском отношении. И даже мы не знаем очень мало о нем из книги Деяний. Несмотря на то, что его последняя проповедь была включена в Новый Завет и самой длинной. Его слова подчеркивают цель Луки, которая описывает, как христианство или вера в Яшуа изменилась с национальной религией в интернациональную веру. И это была одна община, одна церковь, которая начала покрывать все другие народы. Бог желает, чтобы было единство между Его детьми. Помните об этом. Держите это в уме. Бог желает единства. Я не могу об этом напоминать достаточно много. Тогда, когда Стефан говорил тем, кто его обвинял, они становились такими недовольными, ужасными. Потому что Стефан помещал их в очень сложную ситуацию. Потому что он объяснял им, насколько Бог действует вне их земли. Даже до существования храма. Завет с Авраамом. Спасение с Египта. Дарование закона. Все эти важные события происходили вне того, что мы называем сейчас обетованной землей Израиля. Да, Бог избрал еврейский народ. Да, Бог хочет через него действовать. Да, Он хочет его благословить. Но так как мы знаем от Авраама, что он хочет благословить весь мир. Его цель была, чтобы это произошло через евреев. Чтобы они стали благословением для всей земли. Да, мы благословены многими вещами. И особенно тем, что мы имеем Слово Божье сегодня. Это по причине еврейского народа. Если бы они не держали его, мы бы не имели его сегодня. Но есть также многие вещи, которые мы получили. Многие из вас имеют мобильный телефон, сидя за столом. Это еврейское изобретение. Многие лекарства, которые мы получили, мы также получили их от евреев. Среди евреев самое большое количество лауреатов Нобелевской премии. И есть еще очень много, такой длинный список. Поэтому Бог, Он дал, осуществил Своё благословение, но хочет сделать еще больше. И Он также хочет использовать нас, чтобы благословить мир. Но мы ошибаемся так, как и ошибались евреи. Потому что мы не понимаем, что Он хочет от нас. Мы не можем показывать на Него пальцем. Как я уже сказал, что Церковь в течение всей истории, она сделала очень много неправильных вещей. Во имя Ишуа. А так очень невозможно или очень трудно достигать людей. Но я верю, что если мы будем молиться и покаяемся, то Бог поможет нам. Но разрешите я ему вернемся к Стефану. Но Он указывал на то, что все вот эти события, они произошли вне Святой Земли. Но они воспринимали это как обвинение о святом месте и что закон был неправильным. Потому что Божье Слово и присутствие, оно перешло национальные границы. Потому что они считали, что Бог Авраама, Исаака и Якова только наш Бог, ничей другой. Но это не то, что Бог хотел. Поэтому нам нужно приносить изменения. Чтобы показать им, что Его желание не только быть их. Да, у Него есть особенное место для Его народа. В сердце. Но также Он сказал, что у меня есть овцы не этой паствой. Он хочет нас также. Мы должны понимать, что Бог переступает в те места, которые мы считаем, что они наши. И у Него есть настолько много запланировано, что мы даже не можем об этом представить. Стефан, он им объясняет о послании для неевреев. И эти события смерти и обвинения Стефана показывают, как это повлияло на распространение верующих с Иерусалима. С Иерусалима в Самарию и вплоть до Антиохии в это время. И здесь очень ясно видно те слова Иешуа, который сказал, что слово коснется Иерусалима, Самарии, Иудеи и до края земли. Я не знаю точно, сколько пришло времени от роста общины в Иерусалиме и до смерти Стефана. Но я верю, у меня есть такое чувство, что еврейская община, она очень чувствовала себя комфортно. Может быть, так же, как многие церкви сегодня. Когда мы чувствуем себя, что нам хорошо, нам приятно, у нас есть взаимоотношения, давайте так и останемся. Когда люди пытаются приходить извне, то мы не хотим, чтобы они приносили нам неудобства. И им они стали комфортны. А Бог стучит и спрашивает, я хочу, чтобы ты что-то сделал. Да, они говорят, если ты хочешь сделать по одному, мы сделаем это по-другому. Может быть, очень будет грубо звучать, что Бог сделал гонение на церковь. Но иногда Бог позволяет произойти события, некоторым событиям, чтобы Его цели были достигнуты. Мы не всегда понимаем, почему что-то происходит в наших жизнях. Иногда мы можем даже говорить, что «О, Бог меня покинул, я остался сам с собой». Нет, Бог не забывает. Может быть, вы забыли что-то то, что Бог хотел, чтобы вы сделали. И Бог хочет что-то использовать, чтобы вернуть вас в то место, где Он хочет, чтобы вы были. И в это время Бог позволил произвести гонение на верующих. Чтобы они начали двигаться в другие места и распространять Слово. Да, мы возьмем перерыв. Слово. 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 Слово.